Жизнь с хорошей музыкой За 12 с лишним лет на сцене историко-культурного центра Ирина Васильевна организовала более тысячи ретро-вечеров, музыкально-поэтических встреч и концертов. В них приняли участие как самодеятельные исполнители Ленинского района, так и профессиональные московские музыканты. В названии историко-культурный центр, хоть слово «культурный» стоит на втором месте, творческому направлению работы здесь уделяют особое внимание. И неизменно среди постеров, приглашающих на художественные и исторические выставки, можно увидеть афиши концертов, которые организует Ирина Маскаева. Нередко со сцены звучат и произведения Ирины Маскаевой. Она лауреат нескольких международных конкурсов, автор более чем ста песен. Многие из них написаны в соавторстве с местными поэтами. «Приходят наши, в основном пожилые поэты. Они мной очень уважаемые. Они идут, несут Ирина Васильевна. А может быть, что-то на мои стихи получится? Как я могу отвергнуть? Бывает, что где-то дорабатываю, что перерабатываю, потому что нужно, чтобы она действительно песня зазвучала интересно». Одна из последних песен, написанных Ириной Васильевной, называется «Мое Подмосковье». Она уже не раз звучала со сцены, и сейчас ее репетирует солист ансамбля Росгвардии Даниил Марахин. С которым Ирину Маскаеву связывает многолетняя дружба. В репертуаре Даниила романцы и старинные песни – произведения советских и российских авторов. Он активно гастролирует как сольно, так и в составе ансамбля Росгвардии. Но «Видное» всегда приезжает с особым удовольствием. «С Ириной Васильевной очень комфортно работать, она прям полностью отдается, очень добродушно встречает, всегда чай. Человек тебя полностью понимает, и он знает, чего хочешь ты, и очень приятно сотрудничать». Ноты и музыкальный диск Ирина Васильевна издает маленькими тиражами на свою небольшую пенсию. Но в губернаторской премии «Наше Подмосковье» она участвует не ради денег, которые, впрочем, тоже планирует направить на организацию концертов. Конечно, моя цель – чтобы эти песни были услышаны. Ну, хотя бы здесь, потому что в зале слышат песни, а дальше города не слышат песни. Благодаря таким людям, как Ирина Маскаева, сохраняются и приумножаются прекрасные песенные традиции России. Максим Козлов, Александр Будников, Сергей Ларин. Видное ТВ.